Скандал, который случился в стенах канадского парламента 22 сентября этого года, навсегда вошел в историю. Присутствовавшие там официальные лица аплодировали в тот день украинскому ветерану Второй мировой, потому что он когда-то воевал с русскими. Все бы хорошо, да вот только ветеран, 98-летний Ярослав Гунько, служил в дивизии СС Галичина. Стыд, срам, конфуз. Спикер Палаты общин Канады Энтони Ротто подал в отставку. Премьер-министр страны Джастин Трюдо принес свои извинения. Но если он не знает, что во время войны против России сражался Гитлер и его приспешники, то он идиот. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, значит, просто в школе не учился, не имеет элементарных знаний. А если он знает, что этот человек сражался на стороне Гитлера и называет его героем Украины и героем Канады, то он негодяй. Да, здорово наши бывшие западные партнеры опозорились. А наша прекрасная родина, на фоне их постыдного провала, в который раз выглядит сияющей цитаделью добра. Но не позволим самодовольству завладеть нами. И в нашем славном отечестве порой происходят вещи, которые вызывают недоумение и даже тревогу. И сегодня мы хотим о некоторых из них поговорить. Уже очень долго президента России кто-то водит за нос. Надули. Просто нагло обманули. И речь не о западных партнерах, к подлости и лжи которых мы уже давно привыкли. Речь о наших, доморощенных обманщиках. Судите сами. Президент не первый год говорит, что один из любимейших его философов Иван Ильин. Еще в мае 2009 года Владимир Владимирович возложил цветы к надгробиям писателей Ильина и Шмелева в Донском монастыре, назвав их настоящими государственниками. И хочу завершить свое выступление словами настоящего патриота Ивана Александровича Ильина. Если я считаю моей родиной Россию, то это значит, что я по-русски люблю, соизыцаю и думаю, по-русски пою и говорю. Для многих не секрет, что эти пламенные патриоты и государственники в своих произведениях и в личной переписке восхваляли фашизм и Гитлера. Для примера пара цитат. Что сделал Гитлер? Он остановил процесс большевизации в Германии и оказал этим величайшую услугу всей Европе. Фашизм возник как реакция на большевизм, как концентрация государственно-охранительных сил направо. Во время наступления левого хаоса и левого тоталитаризма это было явлением здоровым, необходимым и неизбежным. А вот как отреагировал на гитлеровское вторжение в СССР Шмелев. Но нашему президенту, похоже, об этом ничего не известно. Назвал бы Владимир Владимирович своим любимым философом Ильина. Носил бы он цветы на могилку Шмелева, зная все это. Да ни за что мы в это не поверим. Никогда бы сын ветерана Великой Отечественной войны не сделал этого. Вывод какой? Значит, он не знает. Значит, те, кто должен был поставить Владимира Владимировича в известность, все эти сотрудники президентской администрации, правительственные эксперты и специалисты не сделали этого. Очевидно, что нашего президента кто-то годами подставляет и дезинформирует. Кто-то подсунул Владимиру Владимировичу книжки этих фашистских прихвостней и не рассказал ему о том, как эти сволочи прославляли Гитлера и поддерживали фашизм. Нужно немедленно раскрыть этот подлый заговор и наказать виновных, разоблачить профашистскую пятую колонну в стране. Пора приглядеться ко всем властьимущим и журналистам, высказывания или действия которых в последние годы можно трактовать как попытку реабилитации нацизма. Вот лишь некоторые вопиющие случаи. 2013 год. На канале «Россия» выходит документальный фильм Владимира Соловьева «Муссолини. Закат». Если не восхваляющий, то как минимум оправдывающий итальянский фашизм. Дескать, о народе заботился Дуччо и порядок навел. Кто такой Бенита Муссолини? Трус? Нет. Человек очень смелый. Подлец, убийца, антисемит, живодер? Да тоже нет. Июнь 2016 года. В Петербурге на фасаде здания военного инженерно-технического университета в торжественной обстановке устанавливается мемориальная доска Карлу Маннергейму. Тому самому Маннергейму, который был одним из руководителей блокады Ленинграда и морил его жителей голодом. На мероприятии присутствовали не абы кто, а Сергей Иванов, на тот момент глава президентской администрации, и Владимир Мединский, в то время министр культуры. Мединский тогда заявил, «Доска в честь Маннергейма – это еще одна попытка российского военно-исторического общества, еще одна наша попытка преодолеть в канун столетия русской революции трагический раскол в нашем обществе». Напреодолевали до такой степени, что начали увековечивать память союзников Гитлера. Молодцы! Правда, упрямые жители города-героя раскол с Маннергеймом преодолевать не захотели, и доску вскоре пришлось убрать. 2020 год. Ведущий государственного телеканала «Россия-1» Дмитрий Киселев предлагает устанавливать в стране монументы всем белобандитам, включая пособника нацистов Краснова. Надо ставить памятники Колчаку, Врангелью, Деникину, Краснову. Можно вспомнить и многочисленные художественные фильмы последних лет, в которых солдаты и офицеры вермахта выставлены в куда более выгодном свете, чем воины Красной Армии. На фоне умных, культурных и благородных гитлеровцев советские солдаты зачастую выглядят как грубые придурковатые недотепы. А чего стоят вот такие сцены примирения? Или вот эта мерзость российских киноделов, снятая на государственные деньги? Как со всем этим поддерживать статус главной антифашистской державы планеты? В то время как наша отчизна отдает последние свои силы в борьбе с нацизмом за рубежом, внутренний враг не дремлет? Да коли? Нужно срочно провести полную внутреннюю очистку России от этой фашистской скверны. У недругов не должно быть ни малейшего повода критиковать и высмеивать наше антифашистское отечество за двойные стандарты. Надо донести до Владимира Владимировича все эти факты. Ну и напоследок несколько слов идеологам современной капиталистической России. Понятно, зачем вы тащите в пантеон отечественного буржуазного патриотизма руководителей белого движения и мыслителей из числа белых эмигрантов. Но слишком многие из них запятнали себя жестокими преступлениями против собственного народа во время гражданской войны. Кстати, при активной поддержке своих иностранных партнеров. А некоторые позже и вовсе пошли в услужение Гитлеру. Граждане нашей страны, которые еще не забыли историю, будут постоянно вам об этом напоминать. Никакого согласия и примирения с Колчаками, Красновыми, Врангелями и Деникинами вы не добьетесь, как ни старайтесь. Для создания идеологии солидаризма куда разумнее для вас было бы обратиться к фигурам более далекого прошлого. К Екатерине Второй и Петру Первому, к Минину и Пожарскому, к Александру Невскому. Так, по крайней мере, вы хотя бы не испачкаетесь в фашистском дерьме. Хотя, судя по всему, оно вам очень нравится. Ничто не может быть оправданием сотрудничества с нацистами и с фашистами. Ничего. Это все прикрытие. На самом деле они предатели. Редактор субтитров А.Семкин